для порядка проверим оружие разряжено магазин отсоединен безопасный спуск безопасного управления все безопасно коллиматорный прицел нужен или не нужен с ним лучше или хуже давайте разберемся с этим вопросом начнем с достоинств коллиматорного прицела коллиматорный прицел позволяет вам стрелять фокусируясь на мишени это гораздо проще особенно при стрельбе на дальнюю дистанцию при стрельбе с механическими прицельными приспособлениями фокус на мушке и то во что вы стреляете ваши мишени размыто во вторых стреляя с коллиматорным прицелом вы можете делать это либо в полной темноте либо в сумерках с механика это делать гораздо сложнее там вам если совсем темно придется основываться на своей интуитивной стрельбе что касается недостатков стрельбы с коллиматорным прицелом во первых это поиск точки вы особенно в начале не имеем мышечной памяти начинаете выполнять вот такое движение вы ищете марку и никак не можете найти она где-то то ли слева то ли справа пока нашли уже все пропало с механикой вы бы уже давно два раза попали в альфу или куда вы стреляли поэтому это одна из самых больших проблем стрельбы с коллиматорным прицелом если у вас открытый коллиматор то тогда и он подвержен засорению если капля попадает на излучатель марка исчезает если грязь попадает вы тоже не можете пользоваться ну и плюс батарейка короче говоря электроника хотя и не сложная но она там есть вместе с тем коллиматоры крепятся на специфическое крепление которое может разболтаться может уйти 0 но некоторые говорят что стрелять коллиматором быстрее так ли это на самом деле я не уверен дело в том что умеючи вы часто можете на близких дистанциях стрелять вообще говорят по мушке по направлению ствола то есть мишень если находится на расстоянии скажем 3 метра то не надо ничего искать вы просто вынесли стрельнули там два попадания стрелять с коллиматорным прицелом быстрее на дальнюю дистанцию пожалуй а на ближнюю дистанцию мне кажется без коллиматорного прицела будет стрелять проще я не так давно смотрел видео полинар tactical вот это видео и там девушка пробовала стрелять с механикой они засекали на таймер и без механики они хотели показать что вот это здорово иметь коллиматорный прицел на пистолете оказалось что девушка медленнее стреляет с коллиматором и я скажу что как минимум половины тех кто будет пробовать у них получится медленнее стрелять коллиматором поскольку для него есть специфическая сфера применения с другой стороны вы можете открыть таблицу соревнований в одном production то есть обычные пистолеты без коллиматора с механикой а во втором там скажем carry optics или другой класс с коллиматорным прицелами и вы видите что в оверроле быстрее все таки стреляют и лучше набирают очки те у кого есть коллиматорный прицел поэтому я лично по дальним мишеням быстрее будут стрелять с коллиматорным прицелом а по ближним без коллиматора еще надо сказать это очень важно когда я стрелял с механикой то получал гораздо меньше обратной связи и понимание что происходит куда летит пуля чем я стрелял с точкой красная . очень здорово показывает вашу ошибку например если вы перетягиваете спуск налево или направо если засовываете слишком глубоко палец то сюда если не доставляете то сюда и это очень очевидно если вы вынесли пистолет вы очень хорошо видите как у вас появился тремор то есть на самом деле мы сделаны не стали мы люди из костей и мяса у нас есть тремор в руках и это иногда нас сбивает с толку вместе с тем это иногда заставляет вас подлавливать мушку как это говорят ну вот здесь мушки как раз нет здесь . подлавливай точку то есть вы выводите точку куда хотите попасть и думаете сейчас лучший момент нажать на спуск нажимаете на спуск дергайте и пуля уходит как правило вниз и налево ну если вы левша то вниз и направо это бывает по-разному иногда не так но в целом подлавливание особенно с коллиматорным прицелом очень очевидно и вы делаете ошибку срыв причем видно это только опытному человеку со стороны а вы думаете да как я может патроны нити или коллиматор не той модели нет это скорее всего ваша ошибка короче говоря прицельная марка очень хорошо меня лично информирует как правильно держать оружие куда я сдергиваю где у меня недостатки хватит и для меня самое главное очень хорошо видно возвращается ли пистолет в то место куда я целился потому что часто бывает вы прицелились выстрелили а потом оказалось что пистолет смотрит у вас ниже это можно скорректировать получая информация от красной точки поэтому я могу сказать что коллиматорный прицел эта вещь хорошая в некоторых случаях очень полезная но далеко не факт что оно даст вам те преимущества на которые вы рассчитываете всегда лучше один раз попробовать чем 500 раз услышать лучше всего постреляйте с коллиматорным прицелом и без коллиматорного прицела поэтому слушайте всех но решение принимайте сами ваше субтитры делал DimaTorzok